Девушки отдыхают Это самолет, который доставит Пеппу и ее семью к месту отдыха Самолет! Джордж любит самолеты Добро пожаловать на борт! Надеюсь, вам понравится полет с нашей авиакомпанией А можно я сяду возле окошка? Хо-хо! Конечно, Пеппа! Да, Джордж, ты тоже можешь сесть к окошку С вами говорит капитан корабля Все готовы к взлету? Все, уважаемый капитан! Ну, тогда в путь! Смотри, Тедди! Мы взлетаем! Что тебе видно из иллюминатора, Пеппа? Сплошные облака и дождик Ой! А вот и солнышко! Это потому, что мы летим над облаками Самолет продолжает набирать высоту О, мы что, летим к солнышку? Нет! Но там, куда мы летим, его предостаточно Лысоко самолет Достигает облаков Солнышко, отзовись Пеппу в гости пригласи Хи-хи-хи-хи Пеппа и ее семья все ближе к месту, где они проведут свои каникулы Ну вот, пони Педро еще нет Да он еще пижаму, наверное, не снял Педро спит в своей постельке Педро любит поспать Педро, проснись Ты опоздаешь на экскурсию Хорошо, мама Скорее, Педро Нельзя опаздывать на автобус Автобус все еще ждет пони Педро Мы не можем больше ждать Музей закроется Хорошо, поехали Ой, здесь никого нет Может, мы рано? Нет, Педро Мы опоздали на автобус Ой Едем Мы их догоним Педро вечно опаздывает Смотрите Нас догоняет машина О, здравствуйте, миссис Пони Остановите автобус Педро здесь Простите, мадам Газель Я проспал Ох, Педро Любишь же ты поспать Да, мадам Газель В музей Теперь нас ничто не остановит А, мадам Газель Мне нужно в туалет И мне И мне Мне тоже Это бензоколонка дедушки пса Что вам, бензин или дизельное топливо? Туалет, пожалуйста Вы уверены, что вам не нужен бензин? Нет Мы еще никуда не ездили Все Следующая остановка Музей А где Педро? Насосы для бензина Интересно Ставим кегли вот здесь Потом становимся здесь И стараемся сбить кегли Этим тяжелым шаром Я первая Хи-хи-хи Ура! Пеппа сбила две кегли Моя очередь Это очень трудно, Сюзи У тебя, скорее всего, не получится Сюзи сбила все кегли Ура! О, молодец Теперь очередь Джорджа Джордж маленький Он может встать немного поближе Ой Джордж слишком мал, чтобы играть в кегли Джорджу не нравится быть самым маленьким Давайте играть в отбей мяч Пеппа будет бросать мяч А Джордж должен его отбить Но если кто-нибудь поймает мяч Джордж выбывает Хорошо Поймала! Джордж выбыл Джордж маловато даже для игры в отбей мяч Тебе нужно потренироваться, Джордж Посмотри Ух ты! Ой Сейчас я принесу мяч Здравствуй, мамочка Мы можем забрать свой мяч? Да Но играйте осторожнее, пожалуйста Да, мамочка Прости, мамочка А это песик Денни Что вы делаете? Мы играем в отбей мяч Мой папа очень хорошо играет Он отбил мяч до самого дома Ух ты! Можно я тоже буду играть в отбей мяч? А может, пора попробовать другую садовую игру? Мама-свинка вешает на стену в ванной большое зеркало Чудесно Джордж думает, что в ванной есть еще один поросенок Это зеркало, Джордж Зеркала блестят, поэтому ты видишь в них себя Джордж, что ты делаешь? Джордж смотрит на себя в большом блестящем зеркале Оно очень блестящее Идем, Джордж Поищем другие блестящие вещи Папа, мы ищем блестящие вещи, где можно увидеть себя Посмотритесь в ложку Пеппа и Джордж видят в блестящих ложках свои лица Наши лица такие смешные А теперь поверните ложку Я вверх ногами И поверните снова Теперь я стою правильно Как это получается, папа? Все просто, Пеппа Вогнутые поверхности отражают свет перевернутым относительно источника И... Это волшебство? Эээ, да, волшебство Овечка Сюзи пришла играть с Пеппой Здравствуйте, Пеппа и Джордж Здравствуй, Сюзи Посмотри-ка Это ложка Это блестящая ложка Смотри, я могу перевернуть тебя вверх ногами Как это получается? Волшебство Мой папа так сказал А-а-а Поищем еще волшебные блестящие вещи В вашем саду Джордж нашел грязную лужу О-о-о-о В ней можно увидеть наши лица Я вижу небо, а вон облако. Мы будем отмечать день разных стран мира. Ура! Пеппе представляет Францию. Я Франция! Джордж представляет Россию. Педро – мистер Америка. Ихо! Зои – у нас Япония. Да ничего! Сюзи представляет Голландию. Халло! Так по-голландски добро пожаловать. Мадам Газель, а что должны делать переодетые страны мира? Петь гимн о мире и дружбе, разумеется. Ура! Я люблю пять гимны. И я! Надеюсь, все помнят слова. Да, мадам Газель! Мир согласия на земле. Мир согласия на земле. Мир согласия на земле. Мир согласия. Замечательно. Очень скоро мы исполним этот гимн для ваших уважаемых родителей. А пока можно и поиграть. Поиграйте, дети, только не ссорьтесь. Все страны мирно играют на площадке. Англии нравится кататься на горке. Франция и Швейцария качаются на качелях. Германия прыгает в классики. Один, два, три. Америка, Россия, Испания и Греция сидят в песочнице. Я построю огромный замок из песка. Йиха! Ну вот подходят Голландия и Япония. Теперь наша очередь играть в песке. Почему это? Потому что ваше время давно закончилось. Идите куда-нибудь, хоть на горку. Но мы хотим играть здесь. Лимонад, мой любимый. Ммм, чудесно. Прошу, садитесь. Есть хотите? Я всегда голоден. Ничего, мы приготовим обед. Мистер Кенгуру собирается готовить обед на жаровне. Кому кукурузный початок? Мям-мям. Надо делать это и у нас дома. Постойте. Это и есть наш дом. Идем, Кайли. Мы будем играть в саду. Мы можем играть в мою любимую игру. Мы будем прыгать по грязным лужам. Я тоже люблю прыгать. Сначала нам нужно найти лужу. Ой, здесь нет грязных луж. Земля сухая для грязных луж. Вот бы дождь пошел. Надеюсь, что дождя не будет. А мы любим дождь. Дома мы его редко видим. Если хотите вызвать дождь в нашей стране, устройте барбекю. Мы все равно можем прыгать. Джордж прыгает хорошо. Но я прыгаю лучше всех. Посмотри. Вот как надо делать. Попробуй ты, Кайли. Ладно. Кенгуру прыгают очень высоко. Ух ты. А это кролик Ребекка. Здравствуй, Ребекка. Это моя подруга Кайли. Здравствуй, Кайли. Вы играете? Мы прыгаем. Кролики прыгают лучше всех. Посмотрите. Молодец, Ребекка. Но ты прыгаешь не так хорошо, как моя подруга Кайли. Давай, покажи свой прыжок. Я не хочу хвастаться. Давай. Ладно. Очень высоко. Сегодня к нам придет особенный гость, который будет учить вас играть в баскетбол. Здравствуйте. Папа, разве уже пора идти по домам? К нам сегодня должен прийти какой-то особенный тренер. Это же я. Я есть тренер. Баскетбольный наставник называется тренером. Молодец, папочка. Пепа, называй меня тренером. Хорошо, папа-тренер. Кто-нибудь из вас умеет играть в баскетбол? Нет. Это же прекрасно. Нужно уметь бегать, передавать мяч и забрасывать его в кольцо. Да. Осторожненько. Ой. Это не так просто, как кажется. Чтобы играть в баскетбол, нужно много тренироваться и быть подтянутым. Папа-тренер, а вы подтянуты? Подтянуты? Да. Я просто суперподтянут. Но, папа-тренер, у тебя же огромный живот. Это не живот, а комок мышц. Сначала мы будем учиться передавать мяч отсюда. Вот сюда. Да это же просто. Нет, Дэнни. Ногами бить нельзя. Это тебе не футбол. Щенок Дэнни любит футбол. В баскетболе броски осуществляют передними лапами. Смотрите. Кто хочет попробовать? Я! Я! Овечка Сюзи ведет баскетбольный мяч очень осторожно. Достаточно, Сюзи. А теперь попробует каждый. Все дети учатся вести баскетбольный мяч. Теперь мы будем учиться перехватывать мяч. А что это такое? Перехватывать значит отнимать мяч у другого игрока. Смотрите. Постарайся отнять у меня мяч, Джордж. Джордж освоил этот спортивный прием. Настоящие динозавры вымерли 65 миллионов лет назад. Эдмонд много знает о динозаврах. Он умный слоненок. Но наши динозавры лучше настоящих. У нас поющие динозавры. Мы динозавры, динозавр, динозавр. Мы динозавры, послушайте наш рев. Они маленькие. Да. Разве динозавры не должны быть большими? Да. У нас есть большой динозавр. Динозавр. Очень большой. Хотите с ним познакомиться? Да, пожалуйста. Это его следы. Мы просто пойдем по ним. Следы совсем как настоящие. Вы уверены, что здесь нет живых динозавров, дедушка-кролик? Уверен, папа-свин. Идите по валунам. По мосту. Через пещеру. Ой, следы закончились. Смотрите, тут зеленые ступени. Это большая горка. Ух ты! Это большой динозавр. Да. Это моя огромная, гигантская горка-динозавр. Динозавр. Вот это динозавр. Это бронтозавр. Вообще-то он называется апатозавр. А ты очень умный, да? Да. Вот это твоя часть, а вот это моя. Понятно? Не заходи за эту невидимую линию. Почта! Здравствуйте, мистер Зебра. Здравствуйте, папа-свин. У меня для вас письма и телеграммы. А нет ли у вас чего-нибудь для нас, Джорджи? Боюсь, что нет. Здесь все только для мамы и для меня. Тут еще посылка осталась. Вероятно, мне прислали сухую цементную смесь. Смотрите, сколько на нем разных марок. Эта посылка до вас долго летела. Ладно. Прощайте. До свидания. О, здесь написано отдать лично Пеппе и Джорджу. Ух ты! Представляешь, мама, нам с Джорджем пришла посылка. Здесь и письмо есть. Дорогие Пеппе и Джордж, высылаю вам подарок один на двоих. С любовью, ваша тетушка Дотти. Тетушка Дотти живет далеко отсюда, в другой стране. О, а что там за подарок? Это, кажется, колеса. Машина. Это не машина, Джордж. У нее есть ножки. Это столик. А еще у нее хвостик. О, у столиков не бывает хвостов. Тут еще и ручка какая-то. Что же это может быть? Там еще что-то есть. Это же игрушечная лошадь. Я назову ее... Сверкай копытцем. Лошадка. Сверкай копытцем. Лошадка. Сверкай копытцем. Лошадка. Учтите, дети, тетушка Дотти прислала подарок вам обоим. Нужно уметь делиться. Порой это очень забавно. Можно я первая поиграю со сверкай копытцем? Пусть первым поиграет Джордж. Он все-таки младше. Лошадка. Лошадка. Джорджу нравится играть с лошадкой. Джордж, ее зовут Сверкай копытцем. Не путай. Теперь очередь Пеппе. Дедушкин поезд пыхтит чух-чух. Чух-чух-чух. Чух-чух-чух. Дедушкин поезд пыхтит чух-чух. Целый день. Мисс Кролик везет взрослых на работу на своем большом поезде. Доброе утро, дедушка Свин. Вы снова на своем игрушечном поезде? Гертруда не игрушка. Это миниатюрный локомотив. О, это мило. Пока. Едем быстрее, дедушка Свин. Не могу. Гертруда быстрее ездить не может. Большой поезд едет очень быстро. Ну вот, большой поезд сломался. Что случилось? Нам нужно на работу. Здравствуйте, мисс Кролик. У вас проблемы с поездом? Это не смешно, дедушка Свин. Всем моим пассажирам нужно на работу. Найди себе поезд, который не ломается, как Гертруда. Хорошая идея. Вылезайте. Что? Я беру взаймы ваш поезд. Пересадка. А мне что делать? Можете остаться здесь и чинить большой поезд. Отлично. Я люблю все чинить. Как весело. Ехать на игрушечном поезде. Гертруда не игрушка. Это миниатюрный локомотив. Конечно. Все на игрушечный поезд. А он не может ехать быстрее? Нет. Гертруда медленный поезд. Миссис Корова ждет поезда на следующей станции. О, что случилось с большим поездом? Он уменьшился? Нет. Это игрушечный поезд. Гертруда не игрушечный поезд. Это миниатюрный локомотив. Мне не нравятся дождливые дни. А я люблю дождь. Ведь после бывает грязь, в которой можно прыгать. А может мы попрыгаем прямо сейчас? Пеппа, придется подождать, пока не закончится дождик. А когда он закончится? Узнаем, что обещает прогноз погоды. Говорит гидрометеоцентр. Дождик будет лить весь день. О! А давайте поиграем в игру пасмурной погоды. А разве в нее играют дети? Я вам покажу. Если взять вот эту уточку для купания и спрятать на самом видном месте, смогли бы вы ее найти? Папа, если место видно, значит и уточку мы увидим. Проверим. Я положу уточку вот сюда. Так. И вы мне скажете, где она? Здесь. Молодец. И это слишком просто, Папа. Я бы не стал так говорить, Пеппа. Ну, кто хочет быть первым? Раз эта игра такая простая, пусть лучше Джордж начнет. Хорошо, ждите меня здесь. Папа-свин прячет резиновую уточку, а Джордж постарается ее найти. Я спрятал ее у вас в детской. Джордж начинает искать уточку для купания. Но найти ее оказывается не так просто. Джордж, ты ее видишь? Посмотри очень внимательно. Джордж смотрит очень внимательно. Он хочет найти уточку. Теплее? Хорошо. Холодно? Опять тепло? Джордж нашел резиновую уточку. Ура! Я ее сразу заметила. Ерунда какая-то, а не игра. Хорошо. Пеппа водит. Только на этот раз прятать буду я. Мама-свинья прячет игрушку так, чтобы Пеппа непременно ее нашла. Динозавр. Динозавр. Джордж любит играть с мистером динозавром в ванне. Вечером Джордж всегда берет мистера динозавра с собой в постель. Динозавр. Джордж! Мистер динозавр сломался! У динозавра больше нет хвоста. Бедный Джордж! Мистер динозавр был у тебя очень долго. Удивляюсь, что он выдержал так долго. Может быть, тебе пора купить нового динозавра? Да! Завтра мы пойдем в магазин мистера Лиса. Это магазин мистера Лиса. В магазине мистера Лиса продается все. Уверена, что мы найдем тебе прекрасного нового динозавра, Джордж. Динозавр! Джордж не хочет нового динозавра. Смотри, Джордж, большой динозавр. Ах! Динозавр! Доброе утро! Чем могу помочь? Мы хотели бы купить динозавра из витрины. Конечно! Хороший выбор. Это Дино-рык. Он рычит, ходит и поет песенку динозавра. Дино-рык! Дино-рык! Слушай, Дино-рык! Дино-рык! Ух ты! Дино-рык! Мы берем. Ха-ха-ха! Дино-рык! Ха-ха-ха! Джордж играет с Дино-рыком в саду. Играй с Дино-рыком осторожно, Джордж. У него подвижные детали, и он может сломаться. Джордж не может играть с Дино-рыком в саду. Джордж хочет играть с Дино-рыком в ванной. Джордж, если Дино-рык намокнет, он не будет работать. Джордж не может играть с Дино-рыком в ванне. Папа-свин. В кабинете ужасно грязно. Тут не так уж и плохо. Здесь много паутины. Я люблю паутину. Она придает комнате свой характер. Паутина значит пауки. А я не люблю пауков. А я люблю. Пауки ловят мух. А мухи ужасные. Что ж, лишь бы я не увидела паука. А-а-а! Паучок! Здравствуй, мистер Тонконожка! Хе-хе-хе! Ой, а куда он делся? Найдите его, чтобы его не было в доме. Все ищут мистера Тонконожку. Тонконожки нет в картотеке. Оу! Тонконожки нет под стулом. Ой! Тонконожки нет на столе. Ой! Куда подевался мистер Тонконожка? А-а-а! Хо-хо-хо! Кажется, мама нашла его. Не бойся его, мама. Избавьтесь от него. Хорошо. Мы отнесем мистера Тонконожку в сад. Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Теперь мистер Тонконожка может играть в саду. До свидания, мистер Тонконожка. Начинается дождь. Хе-хе-хе! Мистер Тонконожка бежит обратно в дом. Может, ему не нравится дождь? Он поднимается по водосточной трубе. Тонконожка-паучок по трубе ползет. Дождь пошел из трубы, вода его несет. Солнце снова вышло, высушило всех. Снова лезет паучок по трубе наверх. Хе-хе-хе! Чтобы Тонконожки не было в доме, папа-свин. Отнесем мистера Тонконожку подальше в сад. Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! А вот и мистер Бык и его коллеги. Мистер Бык будет строить наш новый дом. Значит, ты тут совсем ни при чем? Я сделал самую трудную работу. Мистер Бык будет лишь следовать моим инструкциям. Привет, мистер Свин. Что будем строить? Стоянку? Бассейн? Ракетную станцию? Наш дом. Вы сможете построить точно такой же, мистер Бык? Только побольше. Мистеру Свину нужен дом. Строить будем из соломы? Или из палочек? Или, может, из кирпичей? Из кирпичей, любезнейший. Молодец, папа. Только про качели не забудьте. Не волнуйся, Пепа. Построим. Хе-хе-хе! 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 Я могу вам помочь? Хе-хе-хе! Джордж тоже рвется помогать. Так, Джордж, плави-ка сюда вот этот раствор. Держи. Хе-хе-хе! Словно грязь хлюпает, правда? Цемент, Пепа, это особый вид грязи, который скрепляет кирпичи вместе. Хе-хе? Пепа, хочешь заложить свой первый кирпич? С удовольствием. Молодец. Дальше я сам сделаю. Кирпичи нужно класть ровно в одну линию. Ряд за рядом. Но так можно класть до бесконечности. Точно! А вы закончите сегодня? Нет, что ты. Дом нужно строить долго, целый день. Значит, завтра закончим. Хорошо. До завтра, мистер Бык. Пока-пока! Пока-пока! Джордж сделал из липкой грязи горку. Я положила свой первый кирпич. Брррр! Это все просто замечательно, но детям давно пора закрыть глазки и спать. Бррр! Брр! О, чудесный день! Можно ничего не делать. Папа-свин обожает ничего не делать. Что может быть лучше? Знаю. Чашечка чая. Дедушка-свин приехал навестить Пеппу и Джорджа. Дедушка-свин! Деда-свин! Здравствуйте, Пеппа и Джордж! Сегодня мы разобьем с вами ваш собственный садик. У-у-у! Садик для Джорджа и для меня? Каждому из вас я привез по пакетику с цветочными семенами. Так, нам нужно местечко на солнышке, куда мы высадим семена. Вот так. Дедушка-свин копает землю для цветника Пеппы и Джорджа. О! А, вот и чай подоспел. Спасибо тебе, Папа-свин. Эээ, что происходит? У нас будет свой цветник. Разве нам нужен цветник? Да! Но именно здесь я всегда сижу в кресле. Есть вещи куда важнее твоих ненужных кресел, Папа-свин. Я всегда читаю здесь свою газету. Есть вещи куда важнее каких-то ненужных газет, Папа-свин. Да, цветы, например. Смотри, Папочка. У Пеппы так много цветочных семян, а у Джорджа только одно семечко. О! Но зато какое большое. Ты не мог бы принести нам водички, Папа-свин? Хм, конечно. Без воды семена не смогут расти. Они очень любят пить. На грядку прилетели любопытные птички. Не разрешай птицам клевать семена, Пеппа. Кыш, фу, летите прочь, птички. Вот водичка. Папа распугал всех птичек. Хо-хо, Папа-свин так похож на пугало. Пеппа, Джордж, пора купаться. А как ваши родственники относятся к антиквариату? А что такое аквариат? Это старинные редкие вещи. Обычно редкие, да. Но у меня тут только новинки. Вот гарнитур из 12 стульев. Разве плохой? Стулья дубовые? Да. Это, знаете ли, пластиковый дуб. Удобные хотя бы. Не вздумайте садиться. Антикварные стулья сделаны не для этого. Ну, а для чего же тогда они? Для осмотра. Это еще скучнее вазы. Любой взрослый вам скажет. Купить подарок для дедушки с бабушкой – непростая работа. Я просто не понимаю. Я торгую абсолютно всем. Здесь должно быть то, что вам понравится. Так и есть. Мне нравится этот мишка. А раз так дедушке с бабушкой, он тоже понравится. Ого. Значит, берем этого медведя. Замечательный подарок. Кто будет платить? Один пенни и две пуговицы. Возьмите сдачу. Одна пуговица. Благодарю вас, мистер Лис. Пеппа и ее семья поехали дарить бабушке с дедушкой подарки. Бабушка-свинья! Дедушка-свин! Здравствуйте, мои дорогие. Поздравляем с годовщиной. О, еще одна стеклянная ваза. Это подарок от взрослых. Наверное, поэтому такой скучный. Прекрасно. Мы поставим ее к остальным нашим вазам. Мы с Джоджем тоже купили вам подарок. Надеюсь, вам понравится. Плюшевый мишка. Дедушке и мне. Спасибо, Пеппа и Джордж. Его очень приятно обнимать. Как его зовут? Эм, его зовут Мишка Эдди. А что ваш Эдди предпочитает на обед? Шоколадки и брокколи. Это самый замечательный подарок на свете. О, но если Эдди останется жить и у нас, ему нужно будет с кем-нибудь играть. Мы будем с ним играть, бабушка. Принесите сюда своих любимцев. Лучший получит приз. Я принесу свою золотую рыбку. А я своего палочника. Я принесу геккона. А я обезьянку. У-у-у. Это не настоящее животное. Это кукла. Это не кукла. Это обезьянка. У-у-у-у. Ты ей нравишься, Дэнни. Зоуи может принести обезьянку, если хочет. Пора домой, дети. И не забудьте завтра взять своих питомцев. Вечер накануне конкурса домашних любимцев. Пеппо и Сюзи готовятся вместе с рыбкой Голди. Ешь, Голди. Завтра у тебя трудный день. Я протру твой аквариум. Красота. Педро разговаривает со своим палочником. Это насекомое, похожее на палочку. Завтра ты поедешь со мной в детский сад. Там будут выбирать лучшего любимца. И это будешь ты. Слоненок Эдмонд разговаривает со своим гекконом. Посмотри на меня. А теперь ты. Зебра Зои разговаривает со своей обезьянкой. Ты волнуешься перед конкурсом, обезьянка? Завтра веди себя хорошо. Не будь шелунишкой. Настал день конкурса домашних любимцев. Мадам Газель, а кто будет решать, чей любимец лучше всех? Доктор Хомяк. Здравствуйте всех. Здравствуйте. Ой, какие у вас чудные любимцы. Очень веселая рыбка. А как ее зовут? Это Голди. Вы с ней уже встречались. Ее аквариум весь блестит. А что Голди любит делать? Она любит плавать и делать вот так. Черепашонок Тиддлс снова залез на дерево. Залез на дерево? Опять? Поезжаю немедленно. Интересно, как можно снять черепаху с дерева? Надо его спилить. Точно. Пора кончать с этой деревяшкой. Нет. Хорошо. Тогда я полезу наверх. Ура! Ох, да. Э, нет. Кажется, я застрял. И собаки не умеют лазать по деревьям. Ну, теперь-то мы, наконец, его спилим. Нет. Мы вызовем самую главную службу спасения нашего города. Хорошо. Уже лечу. Это мисс Кролик, ее спасательный вертолет. Здравствуйте. Нужно скорее спасать черепашку. А кто остался в вашем вертолете? Ух ты, совсем забыла. Я только включу автопилот. Автопилот включен. Привет всем. На автопилоте вертолет может лететь сам по себе. Попался маленький проказник. Мисс Кролик спасла непослушного черепашонка. Ура! Спасибо, мисс Кролик, за то, что спасли этого малыша. Без проблем, дорогая. Спасибо, что и про нас не забыла. Такая у меня работа. Прощайте. Э, вы ничего не забыли, мэм? Что? Ох, да. Вертолет. До свидания, друзья. До свидания. Да чего же ты непослушный. Прекрасно. Ты уже засыпаешь. Иди в коробочку. Сладких снов, малыш. Теперь черепашонок будет спать всю зиму и проснется только, когда наступит весна. Мне что-то не хочется. Джордж еще маленький, я не пущу его одного. О, ну что ж. Скорее бы отмучиться. О, у нас это быстро. Кажется, Джордж передумал. Милый Джордж, иди к маме. Может, я тоже выйду? Поехали! Пока, папа-свин. Кажется, остановились. Как хорошо, что все уже закончилось. Дети, выходим! Правда, было очень весело, папа? Ага. Я бы сказал, еще как. Мама, что это такое? Дети, обойди вокруг и просунь голову в это отверстие. Какая я теперь? Тюзи, ты у нас помидорка. Ух ты, а я морковка. О, да. А я маленькая тыковка. Добро пожаловать в парк динозавров. О, поздоровайтесь с нашими доисторическими друзьями. Только не нужно бояться. Они же не настоящие. Именно так они выглядели, когда очень-очень давно были соседями на нашей планете. Ерунда. Что? Трицератопсы жили в меловом периоде, а стегозавры в Юрском. И поэтому они никак не могли быть соседями. Откуда ты это знаешь? Я очень умный слоненок. Дети, кто хочет покататься на динозавре? Мы! Мы! А зачем в картофельном городе живут динозавры? Эээ, ну потому что динозавры ели картошку? Нет. Даже самые маленькие обожают динозавров. Динозавры! Динозавры! Здорово! Динозавры! Кажется, она перевернулась вверх лапками. Я переверну ее осторожненько. Готово. Доктор Хомяк сумела помочь маленькой ящерке. Ура! О, еще один срочный вызов. Алло. Алло. С вами говорит дедушка Свин. Дедушка Свин вышел в море на своей лодке. Заболела Полли. Мне кажется, ее тошнит. А-а-а, ее тошнит. Вылетаю немедленно. Слушай, Полли, к нам летит ветеринар. А как же здесь можно сесть? Это же гидросамолет, Пеппа. Мы можем сесть прямо на воду. Ух ты! Здравствуйте, Пеппа. Джордж. Здравствуй, дедушка. Мы прилетели, чтобы вылечить Полли от болезней. Давно вашу милую Полли тошнит. Как только мы с ней вышли в море. Ага. Я знаю, что случилось с Полли. У нее морская болезнь. О! Нужно доставить ее на землю. И желательно поскорее. Маленький остров. Мы выходим. Тебе лучше, Полли? А-а-а, лучше, Полли! Ура! К счастью, Полли больше не тошнит. О, еще один вызов. Алло. Алло. Говорит Папа Свин. Папа Свин сейчас на работе. Совсем маленькие утята застряли у нас на крыше. Вылетаю немедленно. Как хорошо, что вы уже здесь. Без паники. Доктор Хомяк на месте. Мама утка отложила яйца прямо на крыше. И вот теперь из них вылупились утята. Кто-нибудь умеет хорошо крякать? Мы? А я вообще классно крякаю. Пепа, начинай крякать, и утята сами пойдут за тобой. Кря-кря-кря! Пепа и ее семья провели прекрасный день в горах. Пора ехать домой. Все в машину. Спасибо, что посетили наши горные красоты. До скорой встречи. Ключ, ключ. Нет, Джордж. Нельзя играть с ключами от машины. Ты можешь их потерять. Ты играешь с ключами от машины, папа. Я взрослый. Я их не потеряю. Ну вот. Папа-свин уронил ключи от машины в водосток. Ой. Все. Поехали домой. Это будет трудновато. Почему? Потому что папа уронил ключи в водосток. О, папа-свин. Не волнуйся. Я достану оттуда ключи палкой. Ура! Колодец глубже, чем я думал. Палка не достает до ключей. В таком случае нам нужна удочка. Тогда мы поймаем ключи на крючок. Может, мисс Кролик продает удочки? Ээээ, вы продаете удочки? Вообще-то да. Не знаю, зачем. В горах ведь не водится рыба. Мы будем ловить не рыбу, а ключи. Папа уронил ключи от машины в колодец. Тогда вы их не достанете. Колодец очень глубокий. А для чего нужны колодцы? Водосток выводит дождевую воду в море. И леска не достает до ключей. Ну и ну. Какой глубины этот колодец? Можно узнать глубину, бросив туда камень. Хорошая мысль, мисс Кролик. А мы будем считать, пока камень не долетит до дна. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Папа-свин читает Пеппи и Джорджу сказку на ночь. Итак, принц, принцесса, попугайчик и лягушка жили долго и счастливо. Конец. Вечерняя сказка усыпила Пеппу и Джорджа. Спокойной ночи, мои поросятки. Джордж не спит. Динозавр. Джордж, какой непослушный. Засыпай давай. Джордж не хочет спать. Джордж! Ночь для сна, а не для игр. Иди-ка спать. Я расскажу тебе сказку на ночь. Жил-был маленький поросенок. Его звали поросенок Джорджи. И он отправился на поиски счастья. Скоро он пришел к лесу. Тебе нравится сказка, Джордж? В лесу был маленький домик. А в домике стояла миска с кашей. Поросенок Джорджи был очень голоден. И он съел всю кашу. Ням-ням-ням. И когда он все съел, пришел медвежонок. И сказал. Ой, ты съел мою волшебную кашу. Джорджи сказал. Да. Медвежонок сказал. Это была волшебная каша. Она сделает тебя очень большим. И поросенок Джорджи начал расти. Он рос, рос и рос. И стал выше всех деревьев в лесу. Пеппа, Джорджи и Ребекка играют в игру под названием собачка. Лови, Пеппа. Лови, Ребекка. Джордж ловит мячик. Джордж, кажется, пытается поймать тень от мячика. Глупый Джордж. Это же не мячик. А всего лишь его тень. Смотри. Мячик скачет. И тень от него тоже скачет. У тебя, кстати, тоже есть тень, Джордж. Джордж пытается уйти от собственной тени. Никто из нас не может уйти от своей тени. Почему бы не попробовать от нее сбежать? Пеппа пытается убежать от своей тени. О, она еще здесь. Привет, друзья. Привет, Сьюзи. Мы тут пытаемся убежать от наших теней. Никто из нас не может убежать от своей тени. Хотя можно попробовать на самокате. Сьюзи пытается уехать от своей тени на самокате. Видели? Но тень-то все равно здесь. Всем здравствуйте. На площадку пришел мистер Слон вместе с Эмилией и Эдмондом. Здравствуйте. Мы тут бегаем от своих теней. Сбежать от своей тени невозможно. Я знаю. Мы просто очень плохо бегаем. Нет, Сьюзи. Дело совсем не в том, хорошо ли ты бегаешь. Видите? Моя тень так и осталась рядом со мной. А если бежать быстрее? Даже если бежать еще быстрее, моя тень от меня не отстанет. Папочка, твоя тень просто огромная. Она тебя задерживает. Это не так, Эмили. Твоя тень всегда остается с тобой. А почему? Любой предмет, встающий на пути у солнца, отбрасывает тень. Смотрите. О! Привет, привет, Петро! Привет, друзья! Добро пожаловать в ковбойский лагерь! Я-ха! Это же палатка! Это настоящая палатка, где отважные ковбои спят по ночам. Ты что, собираешься спать здесь всю ночь? Эм... нет. Мне от этого слегка не по себе. Давайте лучше представим, что сейчас ночь. Но сейчас светит солнышко. А вы представьте, что солнце – это луна. Хорошо. Петро, а можно мы тоже будем ковбоями? Да, вы будете моими напарниками. Мой маленький ковбой уже проголодался? Конечно, ма! Так ковбои говорят с родителями. Может быть, ковбои-мальчики и ковбои-девочки тоже хотят перекусить? С удовольствием, ма! А ковбои всегда разбивают свой лагерь поближе к маминой кухне? Нет. Разве так сложно представить, что этого дома здесь нет? Вокруг нас Дикий Запад. А что это? Дикий Запад – это территория, которую населяют одни ковбои. А чем они занимаются? Они рассказывают истории, поют песни и едят бобы. Тосты с фасолью, угощайтесь. Ура! Ковбои очень любят тосты с фасолью. Да и кто же откажется от такого угощения? Хотите, я спою песню ковбоя? А ты что, даже петь по ковбойски можешь? Да, я сам ее сочинил. И вот как она звучит. Храбрый ковбой обожает фасоль и песню свою вам поет про бобы, про стручки и про жизнь мою. Про бобы, про стручки и про жизнь мою. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова